И снова здравствуйте! В эфире телеканала Обниск ТВ программа «Постфактум» – хроника событий прошедшей недели. В студии Нина Замахина. Вот о чем мы расскажем сегодня. Будут встречать на границе Калужской области. Многофункциональный миграционный центр создадут в Боровском районе. Грядет оптимизация. Увеличение доходов городской казны в Обниске в этом году не ожидается. В городском собрании. Что обсуждают депутаты на заседаниях профильных комитетов? Вторая жизнь Обнинского дома офицеров. Кто займет пустующее пока помещение? Создают аварийную ситуацию. Почему водители маршрутных такси на остановках игнорируют знак пешеходного перехода? А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. На очередном заседании областного правительства, проходившем в минувший понедельник, особое внимание было уделено созданию на территории региона многофункционального миграционного центра. Аналогичный центр в настоящее время уже действует в Московской области. В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере миграции, противодействия деятельности посредительских фирм и профилактики коррупционных проявлений, проработать вопросы заинтересованными ведомственностью о возможности определения полномочной организации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на и разрешение на работу. В ДГУ в Калужской области могут быть многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Калужской области. Центр предложено разместить на границе Калужской и Московской областей, в деревне Старомихайловское Боровского района, вблизи технопарка Ворстина. Здесь уже есть подходящее здание, тракстоп, изначально предназначавшееся для отдыха водителей большегрузного транспорта, совершающих дальние перевозки. Однако глава региона считает, что более целесообразным здесь будет организация МФЦ по работе с мигрантами, дабы не было необходимости им отправляться в столицу региона. Здесь иностранные граждане будут проходить полное медицинское обследование, тестирование по русскому языку, истории и основам права, оформлять патенты, дающие право на работу в Российской Федерации. Губернатор поручил решить все организационные вопросы до конца 2016 года. А на еженедельном совещании в Обнинской администрации в понедельник говорили о верстке городского бюджета на следующий год. Работа над документом в эти дни продолжается. Глава исполнительной власти Обнинска поручил коллегам до 24 октября подготовить предложение по оптимизации бюджетных расходов. При этом Владислав Шапша повторил ранее озвученные прогнозы. Увеличение доходной части городской казны ждать пока не приходится. Тем не менее, нам необходимо сохранить нашу социальную направленность, наши работы. Те обязательства, которые мы взяли, обязательно предусмотреть в бюджете. Повторять, какие мы взяли обязательства, я не буду. Я думаю, в ходе рассмотрения как раз на городском собрании с депутатами мы это неоднократно будем обсуждать. Самое горячее время в процедуре формирования бюджета города на следующий год действительно еще впереди. Расставлять приоритеты в расходах специалисты администрации будут совместно с депутатами. А пока в городе подводят итоги другой работы, в которую вложены миллионы рублей. Это ремонт лифтовых кабин в жилых многоэтажках. На 17 число введены в эксплуатацию 42 лифта. Крупных замечаний к уже выполненной работе у проверяющих пока нет. Ожидается, что все негрузовые лифты будут обновлены до конца месяца. Подъемники помощнее заработают в ноябре. У нас в прошлом году более 80 лифтов было сделано. В этом году 66. 66. В этом году. А сколько у нас всего лифтов осталось под замену? За ближайшие три года замена продает практически половину лифтов. Говорили и о готовности к зиме коммунальных служб. Песок для дорог и тротуаров уже подготовлен, как и спецтехника, предназначенная для уборки снега. На зимний режим постепенно переходит и система уличного освещения. Сейчас фонари загораются почти в 6 вечера и гаснут только в 7 часов утра. Но света все равно мало, считает Владислав Шапша. Я понимаю, что есть энергоэкономичные лампочки, которые у нас работают. Но вот в такое сумеречное время суток, когда едешь, честно говоря, некомфортно за рулем находиться. У меня предложение такое. Давайте электросети на следующую планерку пригласим. А пока первую в этом году учебную четверть готовятся завершить в обнинских школах. Каникулы у детей начнутся уже 31 октября. Уровень заболеваемости с сезонной простудой в садах и школах держится в пределах 5%. Неспокойно в плане опасности для здоровья и на прилавках городских магазинов. В консервированных огурцах, произведенных на заводе во Владимирской области, эпидемиологи обнаружили бактерии, способствующие развитию ботулизма. Пока жалоб от обнинских потребителей нет, но продукцию сейчас срочно изымают из оборота. Завершилось еженедельное совещание все-таки на позитивной ноте. Сотрудники администрации обсудили подготовку к Новому году. При разработке концепции и ее утверждения мы хотели применить и хотим и планируем это сделать. При оформлении города это наличие русской символики, славянской, то есть орнаменты, узоры, то есть появится нечто новое. Как и в прошлом году, к процессу украшения города к праздникам подключатся и представители бизнеса. Как правило, это постоянные участники городского конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий. Владислав Шапша призвал коллег расширить этот круг заинтересованных предпринимателей. Он также предложил провести первые концерты возле главной городской елки, как минимум за неделю до торжества, чтобы праздничное настроение у обнинцев появилось раньше, 31 декабря. На этой неделе прошли заседания нескольких профильных комитетов обнинского городского собрания. Совместное заседание двух комитетов по социальной политике и законодательству состоялось во вторник, 18 октября. Депутаты обсудили изменения, которые будут внесены в недавно принятый документ, регулирующий права педагогов, медиков, работников культуры на возмещение расходов по статье «Аренда жилья». Напомним, на последнем заседании городского собрания соответствующее положение было принято не без споров. Некоторые народные избранники посчитали условия участия в конкурсе на получение материальной поддержки слишком жесткими для соискателей. В итоге депутаты сошлись во мнении, что до начала заявочной кампании, которая стартует уже в следующем месяце, они вернутся к обсуждению документа и внесут в него ряд поправок. Характер изменений, которые позже будут утверждены на общем заседании городского собрания, в эти дни обсуждают в комитетах. Обнинская администрация предлагает шесть поправок. Одна из них ограничивает право участников программы на владение жильем на территории всей России. Наличие у специалистов участка под застройку тоже против правил. Если только земля эта не Калужская. Таким образом, авторы исправлений хотят поддержать строительство в регионе индивидуального жилья. Подумали они и о специалистах, переезжающих в Обнинск из соседних государств. У специалиста или членов семьи специалиста отсутствует регистрация по месту жительства, за исключением лиц, имеющих разрешение на временное проживание и лиц, имеющих вид на жительство на территории города Обнинска и ближайших окрестностей, населенные пункты, удаленные от города не более чем на 20 километров. С чем это связано? Те, кто РВП получает и вид на жительство получает, у них регистрация по месту проживания должна быть в обязательном порядке. То есть это те специалисты, которые приехали в образование медицины, например, с Украины, они у нас выпадут, если мы не внесем это изменение. Татьяна Попова также предложила освободить соискателей от обращения в областной кадастровый центр. Стоимость этой услуги – полторы тысячи рублей, что, конечно, скажется на бюджете кандидатов на выплаты. Мы предлагаем запрос сделать управлению соцзащитой. Это делается бесплатно по межведомственному взаимодействию. Поэтому мы просто, заботясь о людях, предлагаем этот пункт нести. Депутаты приняли единогласное решение о вынесении обсуждения поправок на общее заседание городского собрания. Следующий вопрос повестки дня касался результатов реализации муниципальной программы по развитию спорта. В этом году количество обнинцев, регулярно занимающихся физкультурой, достигло рекордных значений. Это 35% населения города. Достижения спортсменов тоже впечатляют. Воспитанники спортивной школы «Квант» успешно выступают на соревнованиях как российского, так и международного уровня. В 2016 году два воспитанника отделения борьбы самбо выполнили норматив мастера спорта. На сегодняшний день в составы сборной страны с дюшер «Квант» входит 7 человек. После отчета главы городского спорткомитета депутаты перешли к теме продолжительности работы главы города. Обнинская прокуратура предложила народным избранникам ввести фиксированное количество сроков, в течение которых один человек сможет занимать пост председателя городского собрания. Два срока подряд и не больше. За рассмотрение именно этой нормы проголосовало большинство участников заседания. Обсуждение вопросов продолжится в ближайшие дни и завершится на заседании городского собрания. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. В этот же день в здании на площади Преображения собрались и депутаты Комитета по жилищно-коммунальным услугам. Они обсудили перспективы использования полигона ТБО, которым сейчас пользуется Наукоград, тему машин-подснежников и другие актуальные вопросы. Реализация муниципальной программы по благоустройству города – это решение вопросов озеленения, экологии уличного освещения и развития парковых зон. От качества выполнения таких задач во многом зависит комфорт жителей Обнинска. Содержание городских фонтанов, ремонт привокзального подземного перехода и эвакуация брошенного транспорта – тоже часть программы благоустройства города. Тема автохлама или подснежников вообще больная для города, в котором свободных мест для парковки с каждым годом все меньше. В этом году уже больше 30 единиц эвакуировано, из них 15 сданы на переработку. При этом сама процедура утилизации автохлама не так проста. Эвакуированная на стоянку, машина должна простоять определенное время, а муниципалитет – дождаться решения суда о переходе к нему права собственности. Если владелец все-таки заявляет о себе, транспорт ему обязаны вернуть. Отлов бродящих собак – еще одна проблема, вызвавшая дискуссию. Эти функции сейчас выполняет калужское предприятие «Полигон ТБО». По закону они обязаны не только поймать животное, но и содержать его в течение 180 дней. Они мало того, что выходили несколько собак, то есть порядка 20, они их сами пристроили в дальнейшем. Действительно были прецеденты, когда отловили собаку, то есть человек за ней поехал в город Калужа, нашел свою собаку, ее оттуда забрал. Мы довольны их работой. К чиновникам у депутатов возник логичный вопрос. Если брошенных собак в Обнинске ловят калужане, то чем в этом случае городу помогает зоозащитный центр «Новый ковчег», который тоже получает бюджетные деньги. Пытаемся с ними контактировать. Если говорить другими словами, там более прямо, чем Елена Викторовна, то есть мы им предлагали, сумма приличная, будет разыграна именно по отлову домашнего безнадзорных животных. Ну да, сумма-то интересная, это особо не очень деньги. И почему-то это не заинтересовало, они даже в конкурсе не участвовали. Мы зададим через СМИ вопрос, почему они не хотят с нами сотрудничать, с администрацией. Среди других вопросов, которые обсудили члены комитета по ЖКУ, было благоустройство в городе парковых зон, а также включение обнинских депутатов в состав комиссии, которая будет принимать работы по капитальному ремонту, выполненные в жилых домах города в этом сезоне. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. В четверг на совместном заседании встретились члены комитетов по экономической политике, а также бюджету, финансам и налогам, обсудившие вопросы, касающиеся поступлений в городской бюджет. Наступивший осенний-зимний период заставляет водителей быть более внимательными. С сокращением продолжительности светового дня безопасность на дорогах во многом зависит от хорошего освещения улиц. На прошедшей в понедельник планерке глава администрации Обнинска Владислав Шапша подняла на обсуждение этот вопрос, а наш корреспондент Яна Гончаренко провела опрос автомобилистов. Осенний-зимний период требует от участников дорожного движения и водителей, и пешеходов наибольшей осторожности и повышенного внимания. Освещение дорог в этот непростой период тоже играет большую роль, ведь видимость заметно ухудшается. Результат, как известно, может быть плачевным. Увеличивается число аварий. На прошлой планерке обсуждался вопрос об освещении города, в том числе и дорог. Заместитель главы администрации Дмитрий Стрельцов сообщил, что в Обнинске работают более 4 тысяч светильников. Достаточно ли этого освещения водителям города? В темное время суток очень плохо заметно пешеходов. А можете какие-то наиболее опасные участки выделить? Переход в дом для дома, переход возле торнадо 12 месяцев, старый универмаг, ну вот основные, старый город, естественно. Надо освещать, особенно осветить надо, когда едешь с промплощадки, с АБЗ, на Мирный. Вот этот поворот, там ни разметки нету, белой разметки, ни освещения никакого вообще. А там же опасный получается поворот, тут главное идет, и здесь второстепенно ни света, ничего нету. Есть очень темные участки в городе, особенно сейчас уже осень, и в принципе очень плохие есть участки, где нет вообще освещения никакого. На Ленина есть такие участки, потом на Северном, на БАМ, после БАМа, то есть в принципе есть такие участки. Но есть водители, которые в целом довольны освещением городских дорог. Освещение у нас в городе на дорогах нормальное, абсолютно меня устраивает, везде все видно. Таких участков, где совсем темно, где нужно даже иногда дальний свет включать, очень мало. И в основном они находятся в районе Кутузовской улицы, в районе Цветково. А так больше нигде ничего такого нету. Что касается продолжительности освещения, то контролирующие эту работу муниципальное предприятие Горэлектросети с сокращением продолжительности светового дня изменило график включения и выключения уличных фонарей. Теперь включение фонарей происходит на 10 минут раньше, а выключение на 10 минут позже. Сделано это в том числе и по рекомендации сотрудников ГИБДД. Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Продолжая тему безопасности на дорогах Обнинска, вновь обращаем внимание на то, что водители маршрутных такси систематически нарушают правила дорожного движения. В последнее время чаще всего жалобы поступают на то, что остановку маршрутки производят менее чем за 5 метров до пешеходного перехода, а то и непосредственно заезжая на него. Это вызывает возмущение не только у пешеходов, но и у других водителей, ведь в этом случае велика вероятность не заметить людей, переходящих дорогу. По правилам дорожного движения остановка маршрутного такси запрещается непосредственно на пешеходных переходах, а также перед ними. Она должна производиться не ближе, чем за 5 метров до разметки, именуемой в народе зеброй. А вот сразу же после нее остановка разрешена. Обнинские водители маршрутного такси с этим согласны не всегда. И останавливают транспортное средство либо вплотную, а то и вовсе заезжая на пешеходный переход. Тратить время на то, чтобы разглядеть нанесенную разметку на месте для остановки, у них, видимо, тоже нет желания. Возникает вопрос, как людям безопасно перейти дорогу, ведь у других водителей ограничен обзор из-за стоящей маршрутки, и велика вероятность просто не заметить пешехода. Очень часто это нарушение происходит на переходе возле остановки «Дом для дома», ведущему к магазину товара для мужчин. И если одни водители маршруток не считают себя виновными в том, что являются создателями опасных аварийных ситуаций на дорогах, то другие вовсе не знают, где по правилам дорожного движения они могут останавливать транспортное средство. Я не закрываю, я перед пешеходом стою. Я не нарушаю, я стою вот перед пешеходом. А где надо было восстановить? Вот, пожалуйста, пускай переходят. Хочется надеяться, что водители маршрутного такси все-таки вспомнят правила дорожного движения и станут внимательнее относиться к их соблюдению, а сотрудники ГИБДД будут активно им об этом напоминать. Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. О событиях культурной жизни города и региона. Три года назад пустующее здание Обнинского дома офицеров было передано на баланс муниципалитету. Сегодня строению пытаются в буквальном смысле подарить вторую жизнь. О том, кто станет новоселами нового творческого центра, узнавала Евгения Борода. На восстановление бывшего дома офицеров из городской казны было выделено более 10 миллионов рублей. На эти средства здесь был создан небольшой зал для занятий хореографией, отремонтированы репетиционные классы для коллективов, а также фойе. Наконец-то, спустя многие годы, помещения здания снова начали отапливаться. Люди здесь зимой просто вымерзали, потому что очень плохо работали батареи и старые окна, иногда даже не совсем закрывающиеся. Где-то уже недели две здесь тепло, и это очень хорошо. Дом офицеров – филиал Обнинского городского дворца культуры. Сегодня здание стало творческой площадкой для нескольких коллективов города. Здесь расположена школа танцев Ильи Филипьева, вокальная студия Игоря Милюкова. Новый дом появился и у ребят из экспериментального театра студии «Дыми». Кроме того, известный режиссер Обнинска пару недель назад назначен художественным руководителем молодежного центра, который будет работать на базе дома офицеров. Мы должны выполнять функции культурного обслуживания населения, поэтому я-то думаю, что чем больше разных коллективов, тем лучше. Мне хочется, чтобы мы вместе работали на площадке. Ранее одним из представителей рабочей группы, созданной для разработки концепции развития Дома офицеров, был предложен проект, представляющий интересы молодежи Обнинска. Однако вопрос его реализации пока что остается открытым. Общественная организация, городской клуб, конкретно Арсений Михеев с товарищами, они уже достаточно долгое время разрабатывают проект апгрейда этого помещения ДОФа. Проект очень красивый, можно даже сказать модный, прогрессивный, авангардный. Но он, конечно, требует вложений. И мы сейчас вот даже объявили сбор средств, посмотрим, как это все пойдет. В общем, мы ищем инвесторов, мы ищем, на самом деле, творческие структуры, которые бы не просто пришли сюда и грелись тут, а чтобы они хоть как-то инвестировали, хоть чуть-чуть. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Боровском музейно-выставочном центре в эти дни работает выставка, посвященная русской кавалерии эпохи наполеоновских войн. Коллекцию экспонатов привезли сюда из Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. В экспозицию вошли не только живописные полотна и графические листы, но и редкие книги, а также обмундирование. Отдельное место на выставке занимает коллекция предметов, найденных в ходе археологических раскопок в районе Бородинского поля. Это уцелевшие ядра, осколки гранат, ружейные и картичные пули, фрагменты одежды. В этом году уже выставка побывала в Крыму, в городе Герои Керчи. Мы привозим выставки в те музеи, в те выставочные залы, которые обращаются к нам с просьбой. И вот я уже упоминала указ президента Российской Федерации о том, чтобы федеральные музеи делились своими сокровищами, ну в хорошем смысле делились, не отдавали, а показывали, экспонировали свои предметы из фондов в малых городах России. И Боровск первым, что называется, обратился к нам с просьбой. Выступающие на открытии выставки, в частности, говорили о том, что Отечественная война 1812 года оставила значимый след в истории Калужской земли. Тарутино, Боровск, Малый Рославец. Именно эти места в октябре 1812 года стали полями ожесточенных боев с армией Наполеона. 22-23 октября в Малый Рославце проходят памятные мероприятия, посвященные этим событиям. Мы обязательно расскажем подробности. И о спорте. Во Владимирской области с 11 по 13 октября проходил 6-й Всероссийский форум «Россия – спортивная держава», участие в котором принимал и представитель Наукограда, директор Обнинского дворца спорта «Олимп» Станислав Лопухов. С 11 по 13 октября во Владимирской области проходил 6-й Всероссийский форум «Россия – спортивная держава». Количество участников – более 3000 человек. Президент России, депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители органов исполнительной власти из 81-го субъекта Российской Федерации, главы Международных и Российских спортивных федераций, титулованные спортсмены и руководители крупных компаний обсуждали будущее развития спортивной индустрии нашей страны. «Основной вопрос – это про развитие спорта в Российской Федерации. Повестка дня основная – это, конечно же, создание своей индустрии спорта, переход на спортивную подготовку, работу по федеральным стандартам. Работа предстоит еще долгая, поэтому каждому нарезаны задания. В результате этого и Министерство спорта дополнительно много вопросов обсуждалось. Пришли к тому, что переходить все равно надо, создавать свою индустрию надо. Поэтому, засучив рукава, все будут работать на благо Совета Российского спорта в ближайшем будущем». На пленарном заседании в Коврове Владимир Путин заявил, что мы вместе должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта, чтобы он был открытым вне политики, чтобы его идеи и ценности объединяли народы. Создание своей индустрии спорта – вопрос не одного дня, и впереди еще много дел. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ 17-й межрегиональный детский турнир под названием «Фестиваль Кудо», состоявшийся в Обнинске в воскресенье 16 октября, собрал более 150 участников из городов Центрального федерального округа. А в селе Ворсино Боровского района, в школе имени Константина Фролова, прошел региональный турнир по тэквондо. Турнир был благотворительным. Деньги, собранные участниками соревнований, пойдут на восстановление здоровья малыша, которому требуются дорогостоящие лечения. В предпоследнем 29-м туре первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона Обнинский «Квант» играл на выезде в подмосковном Одинцово. Удача была на стороне хозяев поля, победивших со счетом 5-3. Заключительный матч турнира состоится на стадионе «Труд» 24 октября. Наш клуб принимает команду «Зоркий» из Красногорска. С 18 по 20 октября в Бубнинске проходил межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Краски осени», участие в котором принимали 180 спортсменок из 20 городов России. И это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня в программе «Постфактум». Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин